Сына и Святаго Духа, Ваше Господь Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы совершаем праздник в честь Воскресного дня. Воскресное богослужение всегда проникнуто особым торжеством и радостью, потому что говорит нам о воскресении Христа из мертвых. Воскресение Христа из мертвых – это великий дар для человека. Великий дар для нас и та возможность войти в Царство Небесное, которую Господь нам дал. Когда мы с вами смотрим на жизнь Церкви, слушаем Священное Писание, читаем Святые Отеческие Творения, то много нам говорится о даре Божьем. Господь нам дает дары. Но дар Божий человеку отличается от всех других даров, которые мы дали друг другу. Дар Божий человеку подразумевает нашу ответственность. Когда Господь дает дар кому-то из нас, это значит, что Он оказывает нам доверие. Он как бы дает нам задание, чтобы мы этот дар использовали и приумножили. Более подробно об этом рассказал нам сам Господь в одной из плитчей. Мы все ее знаем как плитчи, а таланты. Он говорил, что Господин дал своим рукам таланты, каждому по его силам и возможностям, и сказал, чтобы они эти таланты приумножили. И многие часто воспринимают под этими талантами какое-нибудь умение делать какое-то дело очень хорошо. О ком-то говорят, он талантливый музыкант или талантливый хирург. Но толкователи Священного Писания говорят нам о том, что здесь имеется гораздо более широкое понимание. Талант, который дал Господин своим рабам, это все то, что дал нам Господь в этой земной жизни. Наше здоровье, наши близкие, наши силы и возможности, да и вся наша жизнь. Поэтому те таланты, которые нам дал Господь, мы их здесь тратим. Тратятся не нашей жизни, как бы мы этого не хотели, тратятся и наше здоровье. И человек даже уже до 50 лет с уверенностью скажет, что это уже не то здоровье, которое было бы у него в 20 лет. Все те ближние, которых мы любим, которыми мы пережили, когда-то настанет такой момент, когда мы их потеряем или они потеряют нас. Мы тратим те таланты, которые Господь нам здесь дал. Когда же мы тратим все свои таланты, то и сами пойдем к нашему Небесному Отцу, чтобы дать отчет о том, как мы их используем. Но не все так грустно, ведь тратя одни таланты, мы должны приобрести другие. Мы тратим земные таланты, а должны приобрести небесные. Вот это самый важный принцип, который мы всегда должны понимать, думая о даре Божьем. А какие это небесные дары? Священное Писание говорит нам о том, что это дары Духа, кротость, воздержание, мир, долготерпение. А если вообще, то это становление нашей души в любви, в Богу и в ближнем. Если мы так используем дары, которые нам дал Господь, то мы приобретем другие небесные. Все, что мы приобретем в этой жизни, все то земное, что мы сможем насобирать или накопить, мы оставим здесь. А возьмем в вечность только эти духовные дары, которые мы смогли приобрести. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте всегда помнить об этом и внимательно к этому относиться. Воскресение Христово, это ведь и дар для нас. Возможность войти в Царство Небесное, это талант, который мы должны реализовать и преумножить. Только бы нам с вами не оказаться тем, кто зарыл талант в землю. Ведь в той притче был еще один человек, который не преумножил таланты, он его закопал и сохранил, а потом отдал Господь на Его. Так поступают люди, которые не приобретают духовные таланты. Жизнь тратится, здоровье тратится, время идет, а духовных даров не появляется. Такой человек войдет в вечную жизнь совершенно вечную. Мы же должны постараться, чтобы с нами такого не случилось. Будем идти за Христом, будем всеми теми возможными силами и способами, которые нам дал Господь приобретать духовные дары. И тогда Господь скажет каждому из нас, в малом был уверен над великим восставить тебя. Аминь. Спасибо, Господи.